МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в этом году мобильная связь для казахстанцев может подорожать, сообщает Атамикен Бизнес Ченел. Причина в двукратном росте потребления интернет-трафика за прошлый год, что побудило операторов пересмотреть свои тарифные пакеты и запланировать их расширение. Специальное исследование показало, что практически каждый второй абонент сегодня использует свыше 6 гигабайтов мобильного интернета в месяц. Доля таких граждан выросла за год на 14%. При этом среднемесячные расходы подавляющего большинства пользователей держатся в пределах 2000 тенге. Экспорт казахстанского газа в Китай будет увеличен до 10 миллиардов кубических метров в год. Об этом стало известно в ходе двусторонних переговоров между нацкомпанией «Казмунайгаз» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией. По итогам встречи достигнута договоренность о перспективном увеличении экспорта казахстанского газа в Китай, сообщает пресс-служба нацкомпании. Так, для расширения транспортировки по казахстанской территории намечены планы по увеличению мощности газопровода «Бейнеу» Бозой-Шимкен за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации действующих. Взаимная торговля со странами ЕАЭС выросла почти на треть. В январе-ноябре 2017 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 15 миллиардов 599 миллионов 200 тысяч долларов. Это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Экспорт составил 4 миллиарда 600 миллионов 300 тысяч долларов. Рост на 31,3 процента. Импорт 10 миллиардов 998 миллионов 900 тысяч долларов. Рост на 26,7 процента. В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС приходится на Россию 92,3 процента. На Кыргызстан пришлось 4,2 процента, Беларусь 3,5 процента. Отметим, в целом внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2017 года составил 69 миллиардов 450 миллионов 100 тысяч долларов. И по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 25,1 процента. В том числе экспорт 43 миллиарда 65 миллионов 200 тысяч долларов. Это на 31,6 процента больше. Импорт 26 миллиардов 384 миллиона 900 тысяч долларов. Что на 15,8 процента больше, чем в 2016. Заявление о грядущих изменениях ленты Facebook обошлось основателю соцсети Марку Цукербергу в 2,9 миллиарда долларов, посчитал Bloomberg. Как сообщает агентство, в пятницу после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9 процента. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 миллиарда долларов до 74,4 миллиарда. В частности, в ленте Facebook изменит принцип отбора сообщений, которые будут показываться пользователям. В ней станет больше сообщений от родных и меньше новостей и материалов от компании. Цены на смартфоны, электрокары и компьютеры могут резко взлететь. Причина этого кроется в стремительном росте цен на кобальт, используемые при производстве аккумуляторов, пишет RT. За прошедший год стоимость металла подскочила больше, чем в два раза, с 33 тысяч 200 долларов за тонну до 75 тысяч. При производстве одного смартфона используется от 5 до 10 граммов кобальта, ноутбука около 30 граммов. Для батареи электромобиля необходимо от 5 до 20 килограммов. Всего разведано около 6 миллионов тонн запасов. В Демократической республике Конго резервы металла составляют 3,4 миллиона тонн. Также запасы кобальта есть в Австралии 1 миллион тонн, на Кубе 500 тысяч тонн, в Филиппинах 290 тысяч тонн, в Канаде 270 тысяч тонн, в Замбии 270 тысяч тонн и России 250 тысяч тонн. Эксперты подсчитали, что если сегодня все автомобили с бензиновым двигателем заменить на электрокары, то потребовалось бы 14 миллионов тонн кобальта, что более чем вдвое превышает имеющиеся на планете запасы. Пользователи мессенджера Телеграм начали получать по электронной почте фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Грамм и блокчейн-платформы Телеграм Open Network. Об этом сообщил канал Код Дурова. В письме неизвестные, представляющиеся членами команды, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Грамм. Монету, как утверждают мошенники, разместят на бирже с 1 февраля 2018 года, и у избранных пользователей имеется возможность приобрести ее по цене от 15 центов за штуку. Фармацевтическая отрасль считается в мире одной из самых высоко маржинальных сегментов экономики. Фармпродукция всегда востребована, а полученная прибыль намного выше, чем, скажем, в той же пищевой промышленности. В Казахстане фармацевтическая промышленность в последнее время развивается ударными темпами. В сравнении с 2010 годом объем производства увеличился в два раза. Прошедший год не стал исключением. За 11 месяцев 2017 года объем производства составил 66 миллиардов тенге. На что повлияло в основном объем производства антибиотиков, алкалоидов, сердечных средств и изделий медицинского назначения. По итогам года производство основных фармацевтических продуктов в сравнении с 2016 выросло практически на 42% и превысило 73 миллиарда тенге. Основными игроками на фармацевтическом рынке Казахстана остаются Химфарм, Нобель, Абди Ибрахим Глобал Фарм и Дольче. Именно на эти компании приходится наибольший объем продаж. На сегодня объем внутреннего потребления лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Казахстане составляет 900 миллионов долларов США. Из них к отечественным производителям относятся 14%, остальные 8-6% это импортные препараты. В основном Казахстан импортирует фармпродукцию из Германии, Франции и России. Экспорт в этом сегменте рынка мы в основном отправляем в страны ЕАЭС, Россию и Кыргызстан. Кроме того, Казахстан поставляет препараты в Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Германию и другие страны. И хотя доля экспорта невелика, но уже сейчас есть задел на будущее. На сегодняшний день у нас 51 производителя лекарственных средств, более 28% имеют стандарты GMP, стандарты, надлежащие производственной практике. Это вот как раз ведет к увеличению экспорта, востребованности наших препаратов не только в нашем Казахстане, но и за рубежом. Отметим, всего 4 года назад предприятия, имеющие стандарты GMP, можно было пересчитать по пальцам. Сейчас этот показатель составляет примерно треть всех производств в стране. Экспорт казахстанской фармпродукции в основном представлен лекарственными средствами, ветеринарными вакцинами и фракциями крови. В сравнении с 2016-м в прошлом году отечественные фармкомпании поставили продукции за рубеж на 62% больше. Добиться этого в том числе смогли за счет иностранных инвестиций. За 2017-й отрасль получила 11,5 миллиардов тенге. Сейчас у нас локализуется производство иорданской фирмы Тинькулы. У нас на сегодняшний день идут переговоры с транспортными компаниями. Это Pfizer, американская компания, Sanofi, которые хотят в рамках контрактного производства разместить свое производство в Казахстане. Сейчас подписываются меморандумы, создаются рабочие группы. Для развития фармацевтической промышленности в Казахстане со стороны государства предпринимаются значительные меры. Так, например, заключаются долгосрочные договоры на закуп лекарственных препаратов с единственным дистрибьютором. Также в приоритете госзакупок по бесплатной гарантированной помощи предпочтение отдается именно отечественным производителям. Тем не менее, даже казахстанское производство построено в основном на импортном сырье, которое завозится к нам из Индии и Китая. И только некоторые фитопрепараты производят из отечественных растительных компонентов. Казахстан – это страна по производству дженериковых лекарственных препаратов. И на сегодняшний день в портфеле отечественных производителей все еще находятся низкорентабельные и устаревшие дженериковые препараты. Есть возможность перейти от производства простых дженериков к более сложным. То есть для этого необходимо в первую очередь обратить особое внимание на развитие научно-исследовательской базы в Казахстане. Из 15 тысяч наименований лекарственных средств и изделий, сертифицированных и разрешенных продажей на территории Республики Казахстан, лишь только 10% производятся отечественными предприятиями. Между тем, безопасность страны зависит в том числе и от возможности государства обеспечить своих граждан фармпродукцией собственного производства. Для сравнения, сегодня отечественные предприятия покрывают лишь 14% от общего числа потребностей казахстанцев. Эксперты заявляют, что этот показатель с точки зрения государственной безопасности очень мал. В развитых странах доля отечественного производства медикаментов доходит минимум до 40%. Пороговым же значением считается отметка в 30%. Все, что ниже этого показателя, несет в себе угрозу для независимости страны. Редактор субтитров А.Семкин